всем привет вы на канале волк дальнобой сегодня я записываю видео про фирму гиртека а точнее про польский парк это будет скажем так вторая часть честно не думал что она будет эта вторая часть но появилась такая возможность как бы грех не записать когда у тебя появился коллега который там уже три месяца работает на и я хочу ему позвонить и на камеру поговорить с ним чтоб он поделился своим мнением о работе в гиртеке за три месяца еще по второй причине по которой я хочу записать это видео потому что первое которое видео записал ну не большинство большинство отнеслись к нему нормально положительно но было много людей до которые отнеслись очень негативно много негативных комментариев было как бы не понимаю зачем вы это делаете почему эти негативные комментарии потому что пацаны я записываю я не говорю я не утверждаю что на этой фирме конкретно так как оно есть это просто мнение людей которые там работают все вывод делать вам не надо там писать негативные комментарии я считаю что это лучше чем вообще ничего не знать пускай люди знают и негативные скажем так стороны до негативных людей и пускай знают мнение людей которых более-менее скажем так все устраивает ну как бы это все взвешивать взвешивать можно да и делать какой-то общий вывод в общем сейчас я позвоню коллеги да и буду у него расспрашивать на камеру не знаю пока вообще выйдет это видео либо нет разрешит ли он потом его мне выложит на youtube потому что он не знает что я буду записывать видео если вы это видео увидите конечно значит он дал добро если нет значит нет в общем приятного просмотра погнали понятненько понятненько скажи что вообще по зарплате вот игр таки получают подожди 500 500 евро минималка это что типа подставы потом уже когда домой едешь все остальные деньги да да было минималка раньше четыреста евро зара поднялися по документам что мы не пришли подняли на пятьносто тридцать евро но они у нас была зарплата шестьдесят восемь евро пара экипажа понял что то что они подняли на минималку то есть соответственно фирма типа начала больше подняли они решили сделать ход коньом зарезать зарплату нам до 64 один в экипазе вроде получает 67 а другий 64 суточник понял а на на понятно на фирме да а на фирме там на фирме они учились а потом проходили экзамены там где психотесты сдавали понял то есть есть такая возможность там да код 20 евро стоит не длинный длинный а длинный такой стоит 250 и в литве проходится как я делал себе я в литву ездил на обучение ехал сначала отменные документы все сделали я ебался на литву а в литве робил код там живный неделю прошел обучение потом же из литвы на польшу переехал и там же банк поробили медицину сделали то есть вот такая фигня слушай а это с литовским кодом получается ты работаешь в польше да а где это платить на на офисе да они там переводят это все официально получается прикольно а там много кто вообще не понимает я сам не понимаю говорят что потом переводить код можно с литовского на польский с польским листов но такие вот перевели на меня для регионала литовского мне все равно я был на контролях по барабану все нормально да ну то есть вообще код 95 считается что тебе кажутся зайти в википедию почитать он типа считается универсальный боя читал то есть нема разницы какой-то типа стране учимся туда-сюда просто каждый работодатель либо мозги по-своему ну я тоже слышал все зависит от работодателя типа по закону ты ничего не нарушаешь если у тебя код литовский ты в польске потому что код 95 и они в африке код 95 и здесь погибать там польска литовская просто что в Литве они делают потому что в Литве дешевше сделать и наверняка ты его получишь а в Польше если ты будешь работать длинный код это надо жить три недели танческих я понял ходить на учебу на чем все по ебалу и это дуже затягивающе и ты можешь не сдать его на компьютере там а в Литве оно все проще робится ты в гиртеке будешь сдавать все эти экзамены там вопросы то есть даже если ты его завалишь там поможет тебе сдать слушай а если допустим ну в гиртеке отработал да и захотел там уволиться тебе этот код отдадут либо его заберут я не знаю польский отдадут но литовский у меня на руках всегда то есть у меня есть то что у меня был код длинный то есть понял факт то что у меня код длинный был есть и все спокойно проходит а сколько короткий курс стоит короче копейки да если на самой вертеке учиться на да но у меня батя он работает и говорит что когда будет со мной на месте ехать на каденцию то 20 я по-моему давал вообще контенту понял понял слышишь а высоты затопливали в гиртеке ну вообще не затопливали даже а такие необоснованные какие-то высоты бывают ну не знаю все зависит от менеджера я так думаю как будет парки не пропускать короче если ты будешь ну ничего своего не химич скажи там блять стояти на бесплатном парке ну значит где шукай бесплатный паркинг то есть не идти на платный потому что потом уже блять высоты так припустишь ну первое слово нехуй заниматься самодоятельностью сказал тебе там припустишь надо вигрузиться встегнуть ну блять старайся встегнуть то вигрузку то есть не запорвать бачишь не встегаешь сфотографировано писал типа блять пробка я не встегаю у меня просто такая херня была я иду по бельгии по бельгии и нас две загрузки было одна в бельгии а другая через 200 километров во франции получается я блять я иду иду а он говорит типа загрузиться до 730 ну я ебашу на всех парах и пишу блять пробка можу не встегнуть ну типа пише звонить и говорит ребята ну типа если не успеете то так и быть ну я короче заехал за 15 минут до конца общего ну до конца их смены рабочие то меня сейчас загрузили короче я встег то он вообще такой довольный был да и после того и после того и даже у него отношения поменялся там ему каже слуха ендрюха надо рассчитать чтоб мы изъехали чтоб рассчитал за два дня так каже вопросов нема типа я попрошу рассчитать вот за два дня типа можно за два дня до съезда домой да не ну типа я вот на базу приехал отчет сдав за 20 минут чтоб все быстро сделали в компьютер завели а ну вообще в среднем когда вот рассчитывают когда едешь домой сколько ждать нужно после издача то есть в польше надо сидеть и ждать да не ну мы плюнули мы развернулись и поехали домой а так желательно подождать деньги и наличку снято у нас в украине я за 3300 евро выдал 200 евро комиссии ну вот как я выдал я снимал по 2,5 по 2,5 комиссия а у меня на следующий день пришло через день или через два короче все польские банки банну за то что я снимаю в другой стране 80 или 100 евро а у тебя какой банк? а у меня был ПКО там у них комиссия жестокая на миллимиум там попроще то я короче то я как у меня немаея там блять я там трансфер гоу кидаю думаю то в рот вон на ебалося блять там теряю этих пару денег я что посчитал что мне идти в банк блять снимати там стоять по операции по 150 гривен отдавать у нас такая сумма что фиксирована выдаётся так вот он на трансфер гоу залив скільки надо перевів собі если я не спешать день я там взял бесплатную доставку если горять взял быстро за пару злотих мне за пару секунд пришло деньги ну все равно такой вот минус что надо короче 4 дня ждать приблизительно правильно зарплату ну да ясно ясно а какие вообще каденции сколько вообще работать примерно меньше больше мне кажется на 2 месяца на месяц вообще смысла не мае то есть то ехать на месяц 3 чтоб что-то зарробить 3 месяца да ну а вообще сколько минимум просит сама фирма чтоб работать я не знаю я так как встречал что они месяц зароблять их блять просить чтоб менять Потому что они домой уже хотят. Да. Менеджер пока там не позвонит. Не, у меня сейчас один. Вот я за ним устроился. Вот я с ним сейчас держу там. Он до меня звонит там перед Новым годом. Можешь выехать? Да, Андрюха, жду приглашение. Кажи, я понял. Он получил приглашение, пишу, типа, подався на визу, уже жду паспорт. Он пишет, я понял, типа, получишь визу, отпишись и выезжаете на работу. Машина, типа, уже ждет, если что. Ну так, слышишь, вообще нормально, да? Что за день можно закрепиться и постоянно с ним работать. Да, ну, главное, главное, чтобы его не уголили, или чтобы он не уголился сам. Люди поменяют менеджера, бо такая хуйня тоже бывает. А если, допустим, хреновый менеджер попался, можно как-то поменять там или, ну... Звонить колонному начальству про все, чтобы меняли. И в кольце каденции поменяют, а другу. Да, такая тоже вот. Короче, в этой фирме все зависит от менеджера. Я тоже слышал такое. Да, у всех фирмах все зависит от менеджера. Ну да, ну да. Даже я говорил, даже я говорил с мелкими фирмами. Там, типа, даже тот же самый Линк, блядь. Ну, Линк, це велика такая себе, трошки машин. То есть, тоже все зависит от менеджера, и все зависит, что я и буду, как он. И так же само там за топливо в исчете. Понял, понял. Ну, то есть, бояться волка, блядь, в лес не ходить, понимаешь? Ну, парк там свежий сейчас, да, в Польше? Ну да. По сравнению даже с литовскими машинами, наверное. Ясно, ясно. Ну, а... Я на машине ездил. Эээ... Иди спокойно рубить, и никого не слепить. Пока сам не попробуешь, ничего не любишь. Не поймаешь, потому что сколько людей, с кем не менее. Скажи, у тебя вот были какие-то высчитания? Такие непонятные. Нет. Не было, да? Нет. И ты работаешь, сколько ты говорил, три месяца, да? Сто дней, почти. Получается, что три-четырых месяца. Сто дней, да. Слышишь, а вообще без опыта работы берут в польский парк? А тебе опыта нет? Не, у меня опыт есть. Просто если вдруг там... Просто, просто не едет. Зараз там хуйню не переделывают. С теми стажерами. Наибольшие библии сразу кажут, что ты умеешь ездить, вас все научат. А если не будешь что-то знать, то ты натурально скажут мне. Да. Ну да, но я слышал, что в польский парк без опыта не берут. Там, ну полгода. Берут тоже. Скажи, что ты умеешь ездить, а я работал. Ты на Европе работал? Да, да, да. Да, да, да. Ну то все, не ебем мозги. Кажи, я ездил. А потом вопрос на Арбис задастся. Ага. А на Арбис вопрос задаете, поотвечаешь и все. Нахер тебе бить я стажера. То есть даже... То есть... Ты, блядь, ну нормальную сразу ставку, ты не ебать мозги. Будут доказать стажеры, идут на час, какие стажеры готовы ехать. Давай, сдавать на машину. И еду, берут все. Ясно. То есть человек даже может прийти, допустим, с Украины, либо... Ты, блядь, ты, блядь, ты, блядь, ты, блядь, понимал. Я езду на Европу, дальше, блядь, я не езду. Я пришел в конце выхода. Я, блядь, готовый ехать. Мне не надо. Ну, ваше стажера, блядь. Правда, потом того стажера раньше надо как нормального водителя, я до него звоню и скажу. Черт, я не охуел, давай сюда мне деньги скину. Или мне 700? Ему, короче, мои деньги скинули. 700, чем 800 евро. Той мини-гандонтики 500 евро скину. Поним? Да, такое даже бывает, да? Да, такое даже бывает, да? Да, ну то есть, короче, фирма сама проебалась, ее посчитала и к водителя, хотя бы я вообще был нулей. Да. Слышал, что-то я сам себя слышал. Давай я тебе перезвоню. Не-не-не-не, стой, 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 за рулем не иду, я иду в мошенничество. А-а-а. Да, да, нормально, да? Да, вот теперь нормально. Да, я просто за рулем не иду и ключом не иду, понятно. Да-да, то есть смотри, даже человек может прийти туда работать, если у него, скажем так, опыта нет там по Европе, да, есть там где-то в Беларуси, где-то в Украине, и просто сказать, что я там ездил и как бы без проблем нужно. Да-да. И если, блядь, вот оно улучшает, скажи, что ездил, почитали сразу дополнительно, блядь, чем дороги проплачиваются, там вопросы такие, смотрите, типа, чем платится там Германия, Польша, в Польша тут далек, ну то есть стоит оплата цель, понял? Да, да. Немцы, немцы привязка, то есть тоже там не плодишь, там бокс ты. Австрия тоже бокс немецкий проходит, ну то есть, блядь, то есть вопросы, в Голландии вроде нет, в Бельгии тоже бокс. Это понятно. То есть они просто-таки будут на Нарвис тебя спитать, а вас потом на фирме все равно ты будешь проходить обучение, все это все расскажут и дадут книжечки там все рассказы, то есть ничего проблемного там нема. А там, когда приходишь, еще обучение неделю, да, вроде проходишь? А, да. Живешь-то? Ты будешь в Литве проходить обучение, потом в Польшу приедешь, та же самая хуйня будет. А если... Ага. А если я с... Ты будешь документы все равно в Лесвир, в Полукост, будет литовский, там все равно вас заставлять слуха до телекции, там охуенно рассказывают, в принципе, все нормально там, понятно. А если... А если у меня есть, допустим, кот, и я могу сразу в Польский парк ехать, не в Литву, не обязательно там какое-то обучение проходить. У меня есть кот, да, длинный, я проходил. Ну, вообще... Ну, то нахуя тебе проходить? Короткий тебе сделают? А так меньше 10-15 лет? Да, конечно. Ну, то все, нахуй тебе не два. Сразу в Польшу? Сразу в Польшу могу без проблем, да. 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 Тебе, все, испытаю. Тебе скажешь, да, действительно, и все, тебе не надо по-другой. Там просто я переведу тебе надо, и все. Понял, понял. Ну, ясно. В общем, твое мнение, что как бы на фирме можно работать, да? Да. Да, конечно, можно работать. Да. Ну, ну, можно, ну, можно, блять, с фирмой вечно, с одной на другую, но это экономически невероятно, потому что в каждой фирме надо переоформляться, ну ты же сам понимаешь. Вот такой тоже минус, да, я слышал тоже, да, что солярку, если у тебя сольют, то это твоя. Это у всех у нас такая, да. Не, ну не у всех, на самом деле. Ну, я не знаю, я с ними общался або пополам, або, блять, полностью высчитаю. Если одиночный, то, блять, 50, ну, на половину, блять. А пополам с менеджером, да? Ну, да. Ну, это еще должен быть очень хороший менеджер, чтобы он согласился, наверное, на это, блять. Да, да, да. Это, наверное, редкий случай, когда согласится. Ну, нет, ну нормально, что, есть нормальные люки. Я его ж не успішу, пидорасы. Ну, вообще, на платных стоянках дают, стоят, да? Да. Где-то во Франции. Амазон везешь, почту заробу везешь. Ага. Говорю тебе паркинзи, но все то же время заезжаешь на паркинз, крутишь девятку, дашь фитер. Я так первый раз лоханулся, короче. Решил заехать на бесплатно, типа не втягал за Лион заехать, а у меня там, что, 30 км до паркинга. А до меня сдвигнали, дали координаты паркинга, сказали, переедь, пожалуйста, на цей паркинзом 10 км, сайт. Ага. Я говорю, типа, мы до утра достигнем, он говорит, не, переедьте, пожалуйста. Ну, все, не могу, поездить. То есть все. Ясно, ясно. Слушай, а заставляют вообще нарушать режим труда? Тоже такое слышал, что есть, практикуется там у вас. Да, да, да. Ну, я говорю, заставляют вообще, бывают такие моменты, что там говорят, ну, время уже нет уехать, нарушать режим труда и отдыха. Да. Бывает такое, да? Да, бывает. А часто такое бывает? У меня такое не было. А, у тебя не было, да? В одиночках такие бывают иногда. Да. А, ты вдвойном работаешь, да, на данный момент? Да. Ага. Ну, я вот слышал, что в польском парке вдвойном как-то проще работать. Ну, не то чтобы проще, выгоднее, наверное. Да, блин. Ты развиваешься? Хочу поймать, что я готовый там полежать. Будешь получать 85 там. А пока ты поджируешь. Что-то ты дружище пропадать начал. В общем, ясно, ясно, ясно. Ну, алё. Сеть что-то стала у коллеги плохая. Короче, в гиртеке есть такое, что по-чёрному. По-чёрному, он сказал, заставляют работать. Ну, у него лично этого не было, потому что он в двойном экипаже. Я ещё, когда видео записывал первое про гиртеку, я говорил, что в двойном экипаже этого можно избежать. А в одиночном экипаже, видите, человек говорит, бывает такое. Поэтому сейчас он перезвонит. Переработки есть. А вот хотел спросить у него, фирма платит за это или нет. Как бы я слышал, что платит без проблем. Если тебя там где-то на контроле словят, то фирма оплачивает. Но тоже неприятно. Ладно, ждём его звонка. Что-то сеть пропадает. Ну, короче, не знаю, подавай анкету, пробуй и не переживай. Да. Ну, да. Я то лично сразу. Я, в принципе, и знал, куда и шёл. То есть было стрёмно, да, но какая разница, блядь. Тоже так, наверное, начитался в интернете и наслушался. Да, понимаете, я тоже, блядь, нашлухался, начинался. Но у меня уже пока и тот факт, что у меня трое знакомых работают. Один 8, другие 10, другие 5, ну, блядь. И люди работают где нормально, понимаешь? Ну, да. Если ты дома, селовка боится у нас. Надо идти пробовать. Всегда можно что-то поменять. Ну, есть переработки, да? Да, я так общался. Иногда бывает, что не встараюсь, врус горячий, просит для час переработать. А? Тебе там смс кидают, типа, блядь, что нарушались. То фирма платит, в принципе, банят. Фирма платит, да? Да. Если как-то перерабатывает, значит, мы узнаем, что фирма будет платить на все. Ясно, ясно. На час, ну, вообще не критично, да, там? Ну, блядь, ну, понимаешь, ну, в любой, любой работе, тем более ярдека заточена на быструю доставку, они же сами все берут, что они, блядь, грузы быстро доставляют. Да, да, да. Даже если не встегаешь, там, груз, это уже горит, то же полчасового времени мало, то меня заставляют, там, любашите, где-то в километрах. Просто сделают десь перецеп, перецепишь груз, и знаешь, другий, довезешь. Другий груз. Угу, понятно, понятно. Слышал, у вас пландеки есть в польском парке? А нахер оно тебе надо? Не, ну, просто интересно. Просто я... Как бы... У них есть, но их не много. Ну, их там мало, наверное, единицы, да? Ну, я не знаю, если их два или два тягаем. То есть, они почта регистрации, но их ледовцы тягают. Ага. Ясно, ясно. Угу. Угу. Я понял тебя, коллега. Спасибо тебе, что откликнулся, рассказал что-то. Да. Нормально. То есть, иди работай. То есть, да. Всем, как я говорю, всем это не уладишь правильно. Кому-то будет хреново, кому-то хорошо. Здесь слишком много других факторов играет. От самого человека. Все люди разные. Да. Сам человек, да. Плюс, как сработаешься с людьми. Да. Дальше. Ну, покажешь себя нормально, будешь нормально работать. А есть такие приходят там, блядь, и я, как менеджер, припустил. Я ему, блядь, рассказываю, ты неправильно девятки стоишь в одиночке. Кажешь, блядь, только есть три девятки, остальная одиннадцать. Я, блядь, все девятки. Кажешь, ты пизданулся. Ты кажешь, что не понимаешь. Да я вот работаю 27-летки там на фирме мини-пом. Да, я же говорю, я всегда так сам себе, ну, даже не сам себя, как работал, знаю, что сравниваешь там себя с другими людьми и вообще, ну, людей с людьми, которые работают в этой фирме, то кто-то работает по одному принципу, кто-то по другому, и, соответственно, отношение ко всем разное. А потом. Так, по разному. Можем сидеть и. Так, как у меня было, у меня и Кокмайер прийшел, тоже не знаю. А менеджера набираю неделю, там, или что. Заблю спитать, типа, блядь, во Франции, я заблю на Вольву заканчивать. Хую, знаешь. За наличку куплять, где 40 евро в байпадю. 10 литров, там, короче. А карточка шелобска не проходила на шелки, что-то не работало. Угу. Кажи, я звоню, он такие плюется, там, ну, я понимаю, каждый будет его задуставать в выходные дни, знаешь, кустяку, он тоже, там, сначала наплювался, наплювался, а потом... Кажу, короче, говорю, слушай, я до тебя, блядь, больше не звоню. Кажу, забудь нахуй мой номер. Кажу, пиши нахуй смс, и все, я с тобой смс решили. На следующий день походит, пишет, типа, ребята, там, извините, там, блядь, понимаешь, кажи, вы не одни за каждый звон, я по-пустяку заебую. Кажи, кажи, типа, выбор, блядь, типа, пуз. Угу. Работа имя к работе, так, слегка начинал. Немного, немного накипело в него, да? Да, позвонай, по-пу-пу, ты, вибачивай. Он сказал, да не, нормально работаем, что ты переживаешь. Креша, по-пустяку, там, буду, блядь, парить. Да, да, да. В общем, понятно. Ты не нормально, мне пока, типа, давай, забудем то, что было, то, что без вопроса, знаешь. Ясно, ясно, коллега. Понял я тебя, в общем. Давай, там, если что, звонай, ты решуешь. Давай, спасибо тебе большое, удачи тебе, да. Пока, пока, пока. Ребята, я извиняюсь, что видео получилось немного некачественное, так как были проблемы со связью, человек там встречал знакомых по дороге, он куда-то шел, да, ему там надо было в магазин зайти, потому что он к видео, он не знал, что я снимать его буду. Вот, его разговор, так бы, если бы он знал, он бы, как бы, спокойную обстановку выбрал, и все было бы нормально. Так что, немножко такое видео, можно где-то затянутое покажется. В общем, извините, как получилось, так получилось. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова